Всем привет, с вами Фантом. Все, конечно же, знают, что такое пасхалки в играх. Скрытый контент, добавленный разработчиками просто ради веселья. Чаще всего пасхальным яйцом является отсылка к какому-нибудь фильму, игре или другому элементу поп-культуры. Но я буду говорить о совершенно другом типе пасхалок. О тех, что были добавлены, чтобы напугать игрока или придать игре мрачную атмосферу. Это топ-7 самых жутких пасхалок в видеоиграх. Поехали! 7 место. Call of Duty Ghost Activision продолжает ежегодно кормить нас новыми частями колды. Пичкая в них разные фишки и куча пасхалок, чтобы игровое сообщество продолжало покупать их однообразные поделки. Нельзя сказать, что Call of Duty таинственное и страшное, но пасхалки попадаются разные. К примеру, известный является жуткий плюшевый медведь из Modern Warfare 3, который следит взглядом за игроком или таинственная спрятанная комната из Finest Hour с ребенком-призраком, летающими свечами и гигантской крысой. Но в Call of Duty Ghost на мультиплеерной карте Whiteout, если выстрелить в окно дома, находящегося за пределами доступного пространства, и наблюдать за этим окном в оптический прицел, появляется никто иной, как сам Слендермен, который демонстративно игнорирует игрока. Серия Fatal Frame это, по сути, хорроры, где вы играете за практически беспомощных девушек. Девушек, которые погружены в японские ужасы. Пасхалка заключается в следующем. Если какое-то время не трогать управление, то на экране начнут появляться различные образы, разные в каждой из частей игры. В первой это кровавые следы ладоней, что не так уж страшно. Но во второй и в третьей части появляется жуткая девушка, которая очень похожа на Альму из фильма в серии «Звонок». Она смотрит на игрока весьма зловещим взглядом и даже угрожающе улыбается, после чего хочется скорее схватиться за геймпад и продолжить игру, лишь бы только не видеть этого снова. Пятое место. Battlefield 4. Battlefield не слишком-то славится чем-то таинственным. Война есть война. Но что очень порадовало игроков со всего мира, так это наличие пасхалок в мультиплеерных картах. Скелеты динозавров, мегалодон и прочее добавляло куда больше фана в игру. Но вряд ли кто-то ожидал от Battlefield 4 хоть чего-то страшного. Тем не менее, на карте «Удар по Спартле» есть длинный туннель, где можно обнаружить мигающий фонарь и пищащую камеру возле двери. Если побыть там какое-то время, то вы услышите потусторонние голоса, говорящие «Уходи!» «Держись подальше!» Или «Покинь это место!» Лучше их послушать и пойти захватывать точки, чем торчать тут и быть бесполезным для команды. Четвертое место. Black and White 2 В этой игре, как известно, вы являетесь божеством и управляете жизнью и смертью. Пасхалки в ней, конечно же, есть, но мы обратим внимание лишь на одну, которая является, пожалуй, самой жуткой. Если играть в игру достаточно долго, не меньше десяти часов за один заход, то игра жутким шепотом начнет произносить ваше имя. В базе игре есть большой список имен, примерно на четыре минуты звукозаписи. И она проверяет ваш профиль Windows, узнает ваше имя и шепчет его. Это может довольно сильно напугать. Все-таки не стоит слишком долго засиживаться за игрой. Третье место. Doom 3 Doom 3 содержит в себе немало различных пасхалок. В основном веселых, но не стоит забывать, что игра все-таки является темной и зловещей. Так что и жуткого в ней тоже много. К примеру, жуткие голоса в одном из туалетов. Или текст, появляющийся на сенсорной консоли на двери, ведущей в комнату с пентаграммой. Текст, который при переводе гласит «Ад ждет твоей смерти». Но самая ужасающая пасхалка проявляет себя в одном из зеркал, когда вы слишком долго смотрите на него. За игроком появляется пламя, начинаются жуткие завывания, а лицо главного героя постепенно приобретает трупные черты. Но, к счастью, все заканчивается раньше, чем вы успеете что-либо понять. Второе место. Hitman Contracts. В ней нет ни одного дневного уровня и часто льет дождь. Это объясняется тем, что вся игра, кроме последней миссии, проходит в голове знаменитого лысого убийцы. Он то лежит без сознания от потери крови, то накачан наркотой. Его воспоминания, что он снова переживает в таком состоянии, явно мрачнее, чем все было на самом деле. Но апогея атмосферы игры достигает в миссии торговой традиции. На первом этаже отеля, в котором проходит весь уровень, есть запертая дверь. Дверь с табличкой, что посторонним вход запрещен. Если же ее взломать или обойти через лестницу на втором этаже, то вы замечаете пятна крови повсюду и полицейского, стоящего перед открытой дверью номера. Он будет вам говорить, что, мол, все в порядке и здесь не на что смотреть. Но посмотреть тут явно есть на что. В номере лежит тело, вокруг кровь, а в стену воткнут нож. Также в соседней комнате есть полная крови ванна. Выйдя обратно в коридор и открыв следующую дверь, вашему взору предстает заброшенная часть отеля. Неосвещенный, пыльный, длинный коридор. И с высокой вероятностью вы можете увидеть здесь призрака. Призрака, который подозрительно похож на убитого в том номере. Еще чаще можно увидеть его в зеркале за своей спиной. Что характерно, его появление нисколько не влияет на невозмутимость агента 47. Первое место. GTA V Про любовь Rockstar Games к пасхалкам давно известно. В каждой их игре их тьма тьмущая и нередко попадаются и таинственные. Все эти слухи про НЛО, Сан-Андрес, Снежного Человека и прочее, заставляли игроков часами бродить по лесам в поисках чего-либо необычного. Но поиски всегда заканчивались неудачей. Однако новая GTA V не разочаровала игроков и почти все, что было не найдено в предыдущих частях, вы можете найти здесь. Но НЛО и Бигфут находятся вне темы нашего видео. Жуткой пасхалкой является призрак, появляющийся на горе Горда. Между 11 часами и полуночью, жуткий силуэт женщины с искаженным лицом растворяется в воздухе, если подойти слишком близко. Но это не все. История, стоящая за этой пасхалкой, куда интереснее. Если взять фонарик и подойти ближе, можно отчетливо прочитать слово Джок на скалах. Если изучить историю глубже, поискать в игровом интернете, послушать радио, то можно узнать несколько интересных фактов. Джок Кренли это бывший каскадер, который на момент прохождения сюжетной линии становится губернатором штата. При всем при этом он бросил свою жену ради карьеры и славы. По легенде, во время серьезной ссоры Кренли не выдержал и ударил жену по голове. После чего она потеряла сознание. Бывший каскадер погрузил ее в машину и отвез на вершину горы. Где и сбросил ее головой вниз прямиком с того места, где теперь каждую ночь появляется призрак. Все газеты и интернет-издания в один голос гласят, что это был несчастный случай. Но привидение бедной женщины изо дня в день пытается доказать обратное. На этом топ из семи самых жутких пасхалок в видеоиграх подходит к концу. Радует, что разработчики не забывают о тяге игроков ко всему скрытому и таинственному. И продолжают добавлять подобные пасхалки в свои продукты, пугая слишком любопытных. На этом у меня все. С вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok